Операция началась? Ах, сейчас такое начнется. Вы что творите-то тут вообще? Почему вы учите людей врать? Вот пришли все пострадавшие, юристы, решалы, вышибалы пришли, все к вам. Сегодня вы увидите интересную историю о том, как инвалиду в автосалоне впарили неисправный автомобиль в кредит с очень интересными, прям такими нетипичными условиями. Что на это говорит полиция? Получится ли у нас расторгнуть кабальный договор? И правда, что еврей пытался украсть секретную базу данных у автосалона? С вами Евг, сейчас будет, как всегда, интересно. Я составил заявление на вот данного молодого человека. То есть пока я отошел из кабинета, залез в наш компьютер, вставил туда флешку, подключился видеозапись, я вам скажу. Чего я сделал? Какой флешку, что вынесете? Камеры вот у меня здесь. Для начала я начну с предыстории, чтобы вы понимали, из-за чего тут весь этот скандал и что за интересные такие кредитные условия. Этого парня зовут Дмитрий, и он однажды увидел вот такую вот замечательную рекламу с небывало низкими ценами на авто, прям вот сильно ниже рынка. Любые комплектации. Хотя на авторубе уж на Икеа такого же года стоят там еще в районе миллионов. Это было, получается, в десятом всю же вечеру. Да. А сколько ты приехал сюда? А приехал я сюда где-то в десятом утру утра. Весь день? Да. Значит, Дмитрий поехал в автосалон, чтобы приобрести машину. Томили там его просто целый день. Просили завысить свою зарплату, чтобы банк одобрил сумму кредита. Обещали одни цены, в договоре оказались совсем другие. По умолчанию понавешали там страховки какие-то, левые необязательные, топ оборудования, которое изначально оговорено не было. И еще пообещали сделать рефинансирование кредита. И он уже просто все подписал, будучи вот уже не в состоянии вообще что-то решать. Да, взял в кредит, то есть нам получилось 2 миллиона в кредит. Это через сколько лет вы должны выплатить? Через 6 лет. 2 миллиона за Киария какого года? 13-го года. При этом машина неисправна? Неисправна. Вот вас инвалидом, Алена, называют. Что с вами такое? У меня была просто 8 лет назад травма. Кома была. Все, я вот попал в реанимацию. Взял дороже, так еще и в уставшем состоянии поехал из автосалона на уже купленной машине за рулем и чуть не попал в аварию. Потому что его продали машину с неработающими тормозами. А как получилось, что вы подписали это? Просто, говорю, целый день мучили, целый день томили здесь. И в конце дня вынесли пакет документов. Он сказал, быстро подписываем. Все, типа, садимся и едем. Вы проверяли машину при покупке? Нет. А еще такой интересный момент есть. Ему вместе с автокредитом дали кредитную карту Халва с такими прям хорошими условиями. Если он ей не будет пользоваться, не будет тратить с кредитки по 10 тысяч в месяц, то его процент по автокредиту вырастет еще на 4%. А эти 4% для многомиллионного кредита это серьезная сумма. И еще недавно в западных банках это вообще был, блин, процент всего кредита. В России средний процент авто кредита, если что, около 20%. Подпишись на канал и поставь класс, если хочешь, чтобы у нас в стране тоже были кредиты по 4%. А от его 2-х миллионных выплат это вообще-то 80 тысяч. Просто вот так вот, из ниоткуда он должен еще на 80 тысяч больше. А это Татьяна, у которой подобная же история ей тоже напихали в кредит кучу допуслуг и продали машину со скрытыми дефектами, с которыми просто нельзя использовать авто на дорогах. И она об этом узнала случайно, только покатавшись уже на машине. И вот она вместе с Дмитрием и юристкой Аленой поехали в автосалон возвращать свои деньги. Но смотрите, что из этого получилось. Ее еще причем привезли на летней резине. То есть проверить на качество и на тормоза нормально мы не могли. Машина была битая, это видно. Мы сделали диагностику после покупки у официального дилера. Да, жизнь сейчас такая, что по ней надо учебники писать. И в школе вас точно не научат, как вот избегать вот таких вот ситуаций. Зато у деньков журнала уже запущены курсы про жизнь и деньги. Особенно некоторым рекомендую курс «Как быть взрослым». Там расскажут, как, например, копить деньги, искать работу, платить коммуналку и грамотно снимать квартиру. А то я смотрю в комментах в нашем телеграмме, там походу еще многие от мамки не оторвались. Учебник — это платформа с бесплатными курсами от ТЖ, крупнейшего в России журнала про все, что касается вашего кошелька. Конечно, да, там есть и платные курсы, но без скрытых платежей все честно. Например, как показать себя человеком на собеседовании, а не мямли. А если смелости хватит, то почитай о том, как обсуждать условия и деньги на новой работе, потому что ты должен решать, сколько и за какую работу получать, а не быть терпилым, хавающим, что дают. И все без всяких душных вебинаров, понятные каждому язык, короткие 10-минутные уроки и тесты для закрепления прочитанного, просто вот инструкция по жизни. Да, в интернете полно гайдов про программирование там или по скаму, но как машину купить грамотно, как собаку завести, как детей рожать, чтобы потом не страдать, кто тебе это все расскажет. Это вообще основы какие-то просто. Для вас все самое лучшее, прокачивай свой кошелек и жизнь, ссылка в описании. Операция началась? Давай. О, сейчас такое начнется. Приехали тачку скидывать. Евгений. Евгений. Снимаешь? Что, все заходим? Машину без тормозов привезли на эвакуаторе. Автосалон прям такого приличного размера оказался. Он уже раньше располагался по другому адресу, но, глядя на его рейтинг в гугле и почитав отзывы, можно понять, почему он переехал. Большой салон, большой такой, большой, огромный салон вообще. Никто никуда не убегает. Все работают. Да, в прошлом ролике менеджеры просто в рассыпную бросились бежать, а потом пришли биться с пострадавшими. Ролик можешь прошлый вот здесь вот посмотреть. Даже пострадавшие из того видео, ребята, которые никак не относятся к этому автосалону, тоже пришли поддержать. Просто вот из человеческой солидарности. Мы к вам приехали, машину сдать. Какой автомобильный? Где? Короче, ребята нашли главного из отдела продаж и пошли с ним разговаривать. Светло, уютно. Присаживайтесь. Присаживайтесь, Дмитрий, пообщайтесь. Смотрите, я вам обещаю ситуацию. Сколько клиентов мы приняли? Человек написал претензию. Мы претензию приняли. Приглашали три раза человека проверку качества автомобиля. Он в командировке находился. Человек сейчас привез машину, мы ее сдаем сегодня. И раз так, не надо ни на какую проверку качества, мы сдаем автомобиль, он некачественный. Человек у нас является инвалидом. Сейчас нужно сделать документы на расторжение. И не надо такие делать в глаза. Вызовите нам директоров. Машину заберите, делку расторгайте. Машину заберите, вот вам потерпевший, забирайте. А по-вашему? По-нашему, вы даже вашу диагностику не пригласили, хотя должны были пригласить на течение 10 дней. А можете представить, кто кем является, кто юрист? А вы можете представить. Да, конечно, меня зовут Малукьян, Славик Севакович, руководитель делок Наши. Давай представимся тоже. Я представитель этих людей, это телевидение. Телевидение, вот пресс. Вы слышали, может, про стрелу, про золотую жилу? Конечно, они все заодно. Кто заодно? Ну, вы нас не связываете с такими словами. А, ну вот если вы хорошие, то покажите, продемонстрируйте. Ладно, проходите сейчас в клиентскую зону. Чай, кофе угощайте. Вот как приятно видеть, когда все решается сразу, быстро. Да? Всегда быстро. Всегда быстро. Не то, что как в стреле. Стрела вообще закрылась, а золотая миля. Убежали просто. Золотая жила. Золотая жила, просто менеджеры сразу же все убежали. Держите, я с ним пойду. Ага, не тут-то было. Так все просто не бывает. Тут явно какой-то подвох есть. Дима после покупки не пользовался машиной. Он как только понял, что она без тормозов, он вообще ее оставил во дворе. И даже подарок автосалона сохранил, чтобы тоже его потом отдать. Такие подарочки. Сюрприз бокс. Распаковка сюрприз бокса. Два миллиона. Нифига, видеорегистратор высокого разрешения. Коньячок старейшина. Смотри, Евгений, сюрприз бокс. Значит, ты покупаешь тачку, тебе дают вот такой сюрприз бокс. Можно выпить. Потом закусить. Потом автозарегистрироваться в хорошем разрешении. Вот, а ты уже накатил все. И потом ты уже читаешь эту информацию, что здесь. И понимаешь, что ты лох. Садишься. Вставляешь ключик, а она не заводится, к сожалению. Алёна, ну что там с машиной? Все, машину с авуакватора сняли. Ждем расторжение. Выгрузили. Выгрузили? Да, ждем молодого человека, который нам сказал, что куда-то пошел что-то решать. Куда-то пошел. Мы же всегда идем навстречу клиентам. Поверьте, у нас есть и расторжение. И суды мы проигрываем, и выигрываем. В этом ничего такого нет. Сегодня надо сделать это. Вот это хорошо. Человек написал претензию, претензию рассматривали. Не надо так... Ее рассмотрели, пригласили. Да не надо, пожалуйста, дать. Без рассмотрения претензий. Можно я договорю? Да, надо. В любом случае, претензию надо рассмотреть. На проверку качества... Все рассмотрено сегодня, десятые дни у человека. Вы еще не дали ответ. Ответ уже пришли. Нет? Ничего не пришло никуда. Так ответ сейчас отправим. Да не надо нам сейчас. Нам сейчас нужно вернуть машину. Зовите начальство. Начальство. Вы не начальство. Нам нужна девушка, которая руководит отце Гагарина. Зовите ее сюда. Здесь и сейчас. Вам сказать фамилию и отчество? Можете сказать. Конечно, сейчас. Что дальше? Такие действия. На проверку качества автомобиль привезут. Осмотрят. Обманули инвалидов. Обалдели что ли вообще? Обманули? Да где там? Да где там? Машина не может стоить. Два с лишним. Да конечно. Что смеяться? Да конечно. По кредиту она получилась. Два с половиной. Делайте расторжение договора. Какие проблемы? Рогачеву пожалуйста сюда. Рогачеву пригласите сюда. Кто такая Рогачева? Рогачеву. Рогачеву. Давай приглашай Рогачеву нам сюда. Вот она. А почему вы так общаетесь? Какая-то я. Давай вызывай Рогачеву. Мы ждем. Сейчас пару вопросов. Руководитель отдела продаж. Славик. А почему не Вячеслав? Почему Славик? По-братски? Славик? Обычно по-братски Славик. Здорово. Привет. Вячеслав полное имя. Славик? Интересно. Представляете, мы просим руководителя Рогачеву. А в отце Гагарина это видимо номинал. Она не едет. Не знаем где. Вот алло наш боевой товарищ. Ждем. Борется. Каждый день борется. Не спит ночами. С 7 утра уже пишет. С 6 утра пишет. С 6 даже. А вон он ходит. Он ходит и кому-то написывает. С Славик. С Славик. Приехал. По-любому пишет. Ждем решения вопросов. Сейчас вот так и будут. Целый день будут томить, томить, томить. Потом скажут, у нас ничего не получилось. Все. Получается вы кто? Вы ходили машину купить сегодня? В этом салоне ходили машину купить? Да. Да, да, да. Здорово. А вот эти мужчины, как потом оказалось, точно так же пришли по рекламе из интернета на дешевое авто, но его в наличии не оказалось. Хотя по телефону им сказали, что оно есть. И им сейчас предложили попробовать оформить заявку на кредит. Ведь только после одобрения, уже начав процесс покупки, можно будет, блин, просто посмотреть на машину. Если вас одобрит и потом через 40 минут перевезет, начали говорить. Вот мне речь. Так, и сейчас вы на какой стадии? Вы написали заявку на кредитную или как? Нет, мы еще не успели, хорошо. Что, не подписывали, нет вы? Договоры какие-то подписывали? Нет, договоры еще нет. Предварительное соглашение, нет? Нет, договоры. Это хорошо. Представьтесь, пожалуйста. Ну, я Шамерзаев Иньатилович. Давайте по буквам. Ха-ха-ха, да ладно? Ну, нет, ну, как правильно? Шамерзаев Иньатилович. Шамиль, короче. Шамерзаев, нет, фамилию я понял, имя теперь. Иньатило. Инь-Я-Тило. 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 Да, так точно. Инь-Я-Тило. Шамерзаев. Спасибо. Пожалуйста. Вот, пожалуйста, девушка и парень это обманутый. Машину они купили. Привезли сюда ее на эвакуаторе сломанную. Машина была сломанная? Да, машина сломанная, машины бракованные. Большие кредиты, большая переплата. Ну что, Славик, вот пришли все пострадавшие, юристы, журналисты, решалы, вышибалы пришли, все к вам с претензией. А вы ее стоите, ну, машинку-то надо отправлять на проверку. А теперь, да. Ну и что? Ну как по-другому? Мы сегодня хотим вернуть. Я понимаю, все через суд. Никакого суда давайте мы сегодня решим. В любом случае, все через суд. Какой суд, Славик? Надо сегодня вопрос решить. Да, конечно. Сегодня вопрос? Да, конечно. Как это не получится? Это получается, конечно, некрасиво. А что некрасиво? Машину люди купили. Замечательно. Вели их в заблуждение. Никто не вводил в заблуждение. Не вели в заблуждение людей. Все честно было, все объяснили. Сами они подписали договор о бумаге эти, да? Нет, мы все объясняем при этом в любом случае. Понятно, что вы объяснили? Ну, я по ним подписываю документы эти? Их никто не заставляет. Сами подписали. По вашему мнению, Славик? Вы сами подписали, им все проговорили. Поняли, не поняли, это уже ваши проблемы. Нет, мы все объясняем. Человек приедет на проверку качества транспорта. Машина стоит во дворе у вас на эвакуаторе. Я понимаю. Зачем сюда привезли? Заберите ее. Так привезете ее на проверку качества. Куда ехать надо? В сервис. Какой сервис? Какой сервис, Славик? 555 тысяч. По твоему мнению, Дима должен поехать в любой салон? Нет, другой салон не надо. В любой салон. На эту экспертизу. Качество проверить. Это не по моему мнению, это по закону. По закону. Конечно. Ну давай, послушай. Человек написал претензию, все, претензию мы получили. Ответ на претензию он тоже получил. С человеком созванивались. На WhatsApp и на почту ему все приходилось. Поверьте, я лично звонил Дмитрию. Он говорил во сколько вам удобно приехать. Он мне говорит после новогодних праздников. Все хорошо. Этот число вам будет комфортно. Голосовые звонки есть. Так, так, все. Судей я их не укажу. Так, дальше. Он говорит, да, удобно. В 11 я приеду. Я его записал. Он не явился. Акты неявки от сервиса, в котором мы делаем экспертизу, он есть. Потом командировки не идет. Ты что начинаешь? Вот он был командировкой. Супер. Он мне сказал, что он приедет. Он приехал. Прияли? Все поменялось, замечательно. Ты считаешь, что он поздно приедет? На проверку качество приедет. Он поздно приедет. Пострадавшим уже много раз объясняли, что надо сначала сдать в аккредитованный сервис авто на проверку, и после этого уже можно будет начать процесс возврата. Но они вот прям упирались и хотели вот именно сегодня все вернуть. Приятно. То есть, кто сделает заявку на кредит, соответственно, значит, на того и оформляется автомобиль. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас какой-то вопрос? Пока слушаем. Смотрим. Не мешайте, пожалуйста. Мы не мешаемся. Мы не мешаемся. Мы смотрим. Хорошо. Как людей разводят, смотрим. Алло, смотри, как людей разводят. Ну, пришли посмотреть. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Дайте пожалуйста. Ну, что он говорит вам? Лучше на уши вешают. Вы по объявлению видели не сквозь, да? Да, первое. Автомобиль есть в наличии? Нет. Покажите. Скоро ли вы привезли? Машина есть в наличии? В наличии, которая конкретно машина приедет. Где машина приехала? Слушайте, пожалуйста, давайте все не будем. А давайте будем. Будем мы все. Будем. Что ты вот вешаешь в лапшу не вешаю на уши? Я никакую лапшу не вешаю на уши. Она как раз таки наоборот рассказывает об условиях кредитования. Знаем мы эти условия. И какая машина-то вам понравилась? Land Cruiser? Прадо. Где он? Какая стоимость? Не знаю, мы только подошли. А стоимость? Где Land Cruiser? Да не пожалуйста, а спасибо. Где Land Cruiser? Какой Land Cruiser? Так какой? Вот, который ты впариваешь. Я что не впариваю, я с людьми общаюсь. Почему так себе позволяете общаться? Хамите. Мы не хамим. Как не хамите? Вы сейчас говорите такие вещи. Не мешай работать вам. Да, мешайте. Какой кошмар. А если вы людей обманываете? С чего вы решили, что кого-то обманывают? Посмотрите, вот девушка, она обманутая. Вон Дмитрий инвалид, обманутый. Слушайте, я тут при чем? Ну почему ко мне подходите? Вы же здесь работаете. Кого я обманул? Вот и автомобиль в наличии есть. Вы не кричите. Есть. Да и Land Cruiser-то где? Есть. Они вам рассказали. Здесь вы стоите, что-то говорите. Вы даже не понятите, не имеете. А вы же сидите, что-то говорите. А я говорю то, что я знаю. Я откуда знаю? Я даже не понимаю, кто вы такие. Хорошо. Что вы хотите тоже вы понимаете? Я его сама сейчас прямо куплю. И хочу Land Cruiser за 400 тысяч. Сколько стоит Land Cruiser? Сколько стоит? Ленгрузер? Ленгрузер? Да. Сверху дам еще сотки. 400 тысяч? А это какой? Сверху сотку накину, да? Да ладно. Сколько накидывается за... 2001 года. Ну ему 20 лет, допустим, да, Land Cruiser? Пол миллиона. Это в кредит? Да. И будет в кредит, получается, может миллиона 4-5, наверное, да? По итогу-то. По их подсчетам. О чем вы говорите вообще? Land Cruiser 2001 года, опять же, на том же автору, в среднем выставлен за полтора-два с половиной миллиона. А если автосалон его продает за 400 тысяч, ну я не знаю, он там что в состоянии металлолома, наверное. Машина есть в наличии? Говорит, есть, Игорь. Где она у вас в наличии? Покажу. Да, покажите. Пожалуйста, не мешайте мне запрос. Да, надо посмотреть, что есть. В общем, ладно, сидите, общайтесь, если что, слушайте, смотрите. Надеюсь, Игорь не будет обманывать людей. Конечно, не буду. Зачем не обманывать? Подписи разные. Ответ на претензию и... Да, вот кредитный договор у нас. И договор кредитный. Совершенно разные подписи, разные люди. Кто с тобой работал там? Кредитные специалисты. Здравствуйте. Присаживайтесь. Дмитрий. Человеку одобрили в Совкомбанке автомобиль Гиария. Вот есть у нас акт приема передачи и договор по припродаже. Подписал это директор. Ну, предположительно, мы директора так и не можем дождаться. Расскажите, пожалуйста, почему у него со второго месяца Совкомбанк требует пользоваться картой колва, 10 тысяч в месяц тратить. Иначе 4% добавляют ему кредитному продукту из-за чего-то. Откуда кредитная карточка колвы оказалась в его папке? Я не могу вам сказать. Вы можете сказать, кто комплектовал пакет документов? Расскажите. Покажите ту лицу. Кто? Вы? Нет, я же не говорю, что я только заявляю. Вы только нажимаете кнопки. Конечно. Ски-Ариа, которая стоит на авто, на дроме, 700 тысяч. Как может стоить вот столика? Понимаете, что подписываете документы? Это нереальные суммы. Почему такие... Почему кредитную заявку на такую огромную сумму запрашивают? Для чего? Нет, нет. Вы, вот давайте, вы сказали, что вы кредитную заявку закидываете, да? Почему на такую сумму? Почему на такую сумму? Вопрос. Смотрят по платежеспособности. По какой платежеспособности? Внешне? Да. 300 тысяч месяц? Вот в учете у невролога состоит. Внешне? Говорили, надо указать. Она рассказывала? Да. Сколько ты указал по ее словам? Сколько надо указать? Сколько надо указать? 1070-90. Надо указать? И ты указал? Я указал. Все, он должен был правдивую зарплату. Почему вы учите людей врать? Вот комментарий дайте на камеру. Почему здесь врать? Вы врать учите людей? Вы ему сказали в прямом смысле. А вы справку не доставляли о том, что вы находитесь на в учете у неврологически? Конечно, у него с тобой были документы, только никто не посмотрел. Мы 70 тысяч ему заставили зарплату сказать. Скажите, вы написали это бумажки. Я сказала ему, как лучше сделать банку, чтобы зачем врать банку? Зачем врать банку? Вы зачем рекомендуете врать банку? Чтобы у него процент удобрения был в банке. А зачем врать? Вот 20 тысяч зарабатывать. Сказал жаловите. Он не может платить. Он не одобрил и все. Он не может платить. Он не принуждал и сказал, скажи банк. Ты можешь принуждать? Вы принуждали? Каким образом его принуждали? Вы сказали, я напишу вот здесь такую сумму. Вы согласны с этим? Вы сказали? Да. Подпишите. Все. Причем где Светлана? Казалось бы. Правильно? Скажите. Скажите. Человек стоит на учете у невролога. У него серьезная операция гастростома в горле. Посмотрите. Вы что творите-то тут вообще? Машина здесь. Машина здесь. Говорите шлавику. Пусть расторгает. Потому что вы даже не оценили. Видно по нему, что человек не очень здоров. Видно это невооруженным взглядом. И вы все равно оформили договор. Разве так делается? Я ничего не оформляла. Вы заявку подали. Вы обязаны были осмотреть человека первонаперво. Я у него спрашивала. Не надо спрашивать. В смысле не надо спрашивать. Видно по нему. По нему видно, что нельзя. Не каждый может понять. Я не спросила. Надо. Если вы сидите с людьми работаете, вы обязаны это знать и видеть. Причем я спросила, вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения? Он сказал, что нет. Вот вы же заподозрили, что с ним что-то не так. Ну потому что. Подождите. Речь невнятная. Вы поняли это? Да. Я у него спросила. Он говорит, нет. Он начал по этому поводу переживать. Я говорю, хорошо. Вы планируете заявку подавить? Да. Он сказал. Я понимаю. А вы должны были остановить это. И сказать. Мужчина, уйдите из салона. Он взрослый человек. Нет. Он больной человек в первую очередь. Присмотрите пакет документов у человека. Он стоит на учете. Вы что не понимаете-то этого? Я сказала, не надо на меня давить. Надо давить на вас. Еще как надо. Наблюдается у невролога человек. Вот. У него была серьезная травма. Я прекрасно понимаю. Вы не понимаете. В банке так поступили. Правильно? Вам надо было заработать денег. Вы спросили. Славик. Что вы отказаетесь на моих сотрудников? Кто не отказается? А кто отказается? Я же слышу, вы орете на весь салон. Мы разговариваем. Я громко разговариваю. Славик, главное, рассуди нас. Давайте. Вот пришел наш Дмитрий. Она видит, что он какой-то странненький. Она подумала, что он пьяный. Наблюдается у невролога. Человек болен. Супер. Да вы подайте эти документы юристам. Мы расторгаем сделку. В чем проблема? Вот юрист. Расторгайте. Да не буду я сейчас расторгать. Сейчас. Яну вашу. Будете? Будете? Вот, пожалуйста, документ. Пойдемте в ваш кабинет принимать решение. Все. Расторгать не буду. Расторгать не буду, говорит. Фото отправь Яну. Напиши, кому ты продала машину Яну. Вот человек, он наблюдается у невролога из-за травмы. Это не значит, что он шизофреник или еще что-то, или психически больной. То есть он вполне адекватный человек, который соображает и все понимает. Отдает отчет своим действиям. Здесь способен. Но это тоже не основание. Здрасте. Как это не основание? Что значит это не основание? Ну вот смотрите, он лечится у невролога из-за травм. Правильно? Правильно. То есть психический человек уравновешенный. Где это написано, что он психически уравновешенный? По логике Славика. А где написано, что он психически не здоров? Нет. Что значит нет? Тебе комплект документов дали. Что значит нет? Я же вам сказал. Мне нужно. Человек написал. Приедет человек на проверку качества транспорта. Подожди. Никуда не поедет. Слушай внимательно, пожалуйста. Машина стоит здесь. Она не сдвинется с места отсюда. Раз. Сейчас. За эвакуатор заплачено 2. Я за кожевую эвакуатор. Слушай дальше. Не надо нам ничего заказывать. Хорошо. Третье. Кредитный специалист видел, что он неадекватен. Она спросила. Вы под алкогольным опьянением? Вот человек стоит адекватный. Вы сами говорите, что он неспособный человек. Я тоже повторяю. Не надо на меня голос повышать. Не надо. Надо на тебя повышать. Спокойно можем разговаривать. Вот разговаривай спокойно. Я спокойно разговариваю. Замечательно. Это не основание. Основание. Вот эти вот все споры и попытки найти любые другие основания для разторжения ни к чему не приводили. Они даже нашли одного из менеджеров, кто работал с пострадавшими и прям его допрашивали. Но это ничего не дало. Надо было в любом случае везти на эвакуаторе неисправные машины в сервис, который работает с автосалоном. Там сделать диагностику. И только потом уже, если в салоне сочтут результаты диагностики стоящими и не смогут уломать пострадавших на ремонт, то тогда они уже могут начать процесс возврата денег и отката вообще всей сделки. Дима, ну что, ты кому позвонил? Полицию? Полицию. Что сказали? 12 отдел звонили. Куда звонили? 13 отдел. Ой, какие машинки-то все новые, прикольные. Какую выбираю я? Бантик фиолетовый, бантик красный, бантик синий. Прикольно. Вот давай синим бантиком. Ой, ребятки, такая ситуация интересная. Новый автосалон. Здесь мы еще не были. Новые пострадавшие. Агрессивные продажи. Два человека у нас. Женщина и мужчина. Мужчина-инвалид. Стоит на учете у невролога. С травмой головы после серьезной аварии. Ждем полицию. По-хорошему возврат не делают. Добиваемся мы возврата. Забирайте эти тачки бракованные. Бабки возвращайте. И все на этом. Ждали они полицию долго. Еврей там тоже сидел, баловался за столом. А потом приехавший полицейский долго и терпеливо выслушивал обе стороны. Они даже зачем-то ходили по кабинетам, где с Дмитрием работали разные менеджеры. Что-то в духе следственного эксперимента устраивали. Обсуждали и спорили по сути над одними. Тем же сходили к кредитному специалисту. С ней поругались, а потом снова пошли в кабинет. И вот целый день они мне ходили, ходили, ходили. Ты подписывай там это. Я сказал нет. Машину смотри. Так все было до вечера. Вечером я говорю время уже все. Я домой игру. Нет мы работаем до последнего клиента. Подписывай типа вот в конце уже. Время здесь. Подписывай и все поехали. Извините, что вы можете стать еще. Я составил заявление на вот данного молодого человека. То есть пока я отошел из кабинета, залез в наш компьютер, вставил туда флешку, подключился видеозапись, я вам скажу. Чего я сделал? Какую флешку? Что вы несете? Камеру вот у меня здесь есть. Я сел за кресло, потыкал, потыкал. Да, натворил еврей делов. Но разумеется мы вам покажем, что там он делал на самом деле в нашем телеграм-канале естественно. До свидания, сегодня не уйдем. Я вам объяснил, если в таком случае я расторгну договор. Вы привезете автомобиль на проверку качества, я вам проверю, если машина здесь. Привезли. Машина здесь, человек здесь. Надо записаться. Мы не хотим записаться. Мы не хотим записаться. Мы сказали тоже. У него определенная только работа можно по такому. Более чем. По такому заболеванию. Он находится в командировках все время. Он не может здесь быть. Вот смотрите, что они исполняли. Что мы исполняли. Сидит в компьютере, приставит все. Конечно, да, да, да. Ну-ка покажи мне, что я там исполняю. Рабочий стол. Да, я сел за стол. Конечно. Кривлялся, я сидел. Да. И что я сделал? Славик, что я сделал? Что я сделал за твоим столом? Какие наши дальние шлисы? Я что сделал? Славик, я что сделал за твоим столом? Вот моя доверенность. Я сел в твой кресло. Я там пернул что ли? Там кресло. Я сидел и посидел. Я здесь сел. Я здесь сел. Ничего я там не видел. Ничего. Я просто закрыл все окошки. Вылистали несколько вкладок. Я все закрыл все вкладки. Хорошо, ладно. Какая флешка? Что ты мне клевещешь? Пиши за клевету на этого. Давай давай пиши тоже за клевету на него. Сказочник. Это сказочник. Сказочник. Да. Мы не видели ни паспорта. Пиши за клевету на этого человека. Флешки я вставлял. Вы будете писать заявление? За клевету? Да. Что он сказал? Он сел за мое кресло. За рабочий стол. И какую-то флешку вставил. Получил информацию третьих лиц. Вранье. Клевета. Славик. Будете писать заявление? Конечно, будет. А ты будешь писать заявление на меня? Кого? На меня будешь писать заявление? Я же вам объяснил, что я буду делать. А? Я же вот при вас. Показывай. Я сел за кресло за твое рабочее. Там пернул, да? Нет. Взяли мышку. Взял мышку. Листаете все наши данные. Какие данные? Я закрыл вкладки. Дальше что? Взял ручки. Взял ручки. Взял ручки. Дальше что, Славик? Я взял мышку. Взял ручки. Поставил ее сюда. Потом все обратно на место убрал. Дальше что? Славик. Дальше что? Какие данные я получил? Что ты гонишь-то? На камеру так снял. Я селфи делал. Я селфи делал. У меня селфи есть. Без компьютера. Показать? Покажу. Что ты мне врешь-то? Что ты врешь-то? Я же не вру, что вы в компьютере сидели. Я не сидел. Я тык-тык-тык и все. Это я там не сидел. Когда он сел сюда, я все снимала на видео. У меня все записано. Что ты врешь-то на меня? Если не вставляли, супер. Надо на меня врать. Если не вставляли. Вон там камера. С этой стороны камеры. Все видно, что он здесь. Кажется, что он что-то достал. Кажется, что он что-то достал. Кажется. Уже не уверен. Славик. Утверждай так утверждаешь до конца. Посмотри камеры. Внимательно. Поприблизи. Не знаю. Я там вставил флешку. Ужил какую-то информацию. Докажи. Два этих видео у меня записано, что он сидел и что он делал. Я сделал селфи. На ходе стола вот так я сделал селфи. Нормально, понимаете? Ну и что в этом? Нет. Обычное селфи. Кажется, как креститься надо. В чем проблема? В чем проблема? Славик. Вот это проблема. Вот это проблема. Вот. Не я проблема. Вот проблема сидит. Они там еще долго спорили, что подписи везде разные, что они недействительные и надо вызвать директора конторы, а то что-то у всех были подозрения, что этого директора вообще просто не существует. Он просто вот номинальный. А главарь там этот Славик и он просто делает вид, что он тут не при чем. Вызывайте ее, вызывайте паспорт. Где это делали? Я здесь подоверен. И без труда, но через часик, наверное, все-таки смогли выйти на связь с директором, ну чтобы просто доказать, что она вообще существует. Алло, Ян, поговори к тебе с полицейским. Я уже устал объяснить, что это бесполезно. Вы с полицейским? Можно громкую связь? Можно громкую связь? Не включайте громкую связь. Почему? Это почему же? Это законно. В чем это законно? С чего ради? Это законно, Славик? Человек общается, общается. Обслуживаю микрорайон Кольцо. Скажите, вы когда сможете встретиться с данными гражданами? Когда мы сможем расторгнуть договор Янов? Скажите нам. Молодой человек не дает ваш номер. Мы не верим, что вы существуете. Нет, объяснить, чтобы они услышали ваш голос и объяснить, что вы не хотите с ними здесь встречаться. Пойдемте в кабинет. Ну давайте я сейчас включу это сообщить и готовить. С данными и людьми общаться вот так просто по телефону, при встрече, а не в юридическом формате мы не готовы вообще, тем более я. Она там ничего нового так и не сказала. Назвала всех хабалистыми людьми и если что все вопросы к Славику либо в суд все данные есть. Все типа до свидания. У вас есть судебная практика? Ладно, Диана, ты не слушай. Давай, ладно. Все. Ну хорошо. Также слова у Славика были до вашего приезда. Славик говорил, есть у меня доверенность? Тоже самые слова Янов сказал нам. Вы хотите расторгнуть договор? Я вам не сказал, я не буду расторгать. Я сказал, если в транспортном средстве увидим заявленные недостатки и они подтвердятся, проверку качества мы сделаем. Мы расторгнем договор. Мы не будем ваших делать сервис, мы вам не доверяем. Мы вам не доверяем. Вы сегодня мучаете нас точно так же, как всех своих клиентов. Не мотайте головой. Алена, конечно, уперлась там на своем, но еще полчаса споров ни о чем и полицейский уже собрался уходить. Наверняка он устал очень терпеливо все это слушать. Он, наверное, какие-то тренинги проходил или просто вот уже на опыте, что столько времени выслушивать вот этих орущих голдящих людей и оставаться спокойным. Это прям вот он молодец. Полицейский нас услышал, нас увидел. А он ничего не может, полицейский. Вы куда уходите? Нет, что-то он может. Вы куда уходите? Мы заявление писать. Мы заявление, да. А заявление написать? Два часа назад я вам здесь давал планки. Давайте сейчас. Мы разбирались, ходили. Как это? Финальная точка будет заявление, конечно. Давайте. Ну что, Алена, какой у нас сегодня результат? Сейчас будем с клиентами решать, в какой день поедем на их диагностику, проведем ее и приедем расторгать договора. Славик пообещал договора расторгнуть день в день. Денежные средства поступят, машины они заберут. И это только в том случае, если диагностика, с которой работает автосалон, реально будет работать честно. Ну и через пару дней все пострадавшие поехали на эту диагностику. Вот и Дмитрий, потерпевший. Дмитрий, здравствуйте. Приехали опять на эвакуаторе. Снова. Снова по новой. Четыре часа шла проверка обеих машин. Проверяли все нормально. Даже снимали на камеру каждый нюансик, как видите. И по итогу в машине у Дмитрия нашлись шесть недостатков. Один из которых это просто открытые клапаны воздуха в тормозах, что делает использование машины невозможным. Она вот даже в сервис на ручнике спускалась. Еще почему-то не оказалось толщиной мера в сервисе, который потом довезли, который и показал, что части машин менялись и перекрашивались. А по автотеке машина вообще была в ДТП. У другой пострадавшей Татьяны в машине обнаружилось 12 всяких неисправностей, которые тоже надо ремонтировать. Вот как думаете, это вообще нормально, что перед продажей машин автосалон даже не знает вообще в каком она состоянии и не делает никакой проверки. А человеку-то пишут договорчики, у нее там фара поцарапана, там ремень потертый, а он садится нифига себе, а там половина всего не работает. Почему там не крашена левая сторона, правая сторона крашена? Царапина. Здесь царапины были. Может удар был? Был удар. Шпаклевка, ты говоришь, что... Был бы удар, была бы шпаклевка. Была бы шпаклевка, была бы шпаклевка. Двери полностью уменены. Какая проблема? Значит просто заменили двери. Просто заменили двери, да. Ну смотрите, стойка заводская, стойка не пострадала нигде вообще нигде. Да, если бы она была, слушай, стойка, то это серьезно. Вообще нигде не пострадала, на всем заводском. Знаете, когда еврей поехал из автосервиса, он там разговорился с таксистом. И как оказалось, таксист тоже бывал в этом отце Гагарина. И он туда ходил посмотреть дешевый автомобиль. Но ему это не дали сделать. И он снимал свой этот поход на видео. Ему сначала по телефону сказали, что новая Дэо Джентра есть, конечно, приезжайте в салон и смотрите. Но он туда приехал и узнал, что новых Джентр там нет. А в салоне есть только там еще одна старая какая-то стоит. А та новая, которая ему нужна, стоит на стоянке банка. И она продается исключительно в кредит. И он сможет ее посмотреть, если только ему утвердят этот кредит. Я позвонил по поводу Джентры. Банковский автомобиль. Можем ли мы ее привезти после одобрения? Конечно. До одобрения есть машина? Нет, а то расходы мы привозим так. 20 тысяч эвакуатор оплатить приезжу. Если машину сначала посмотреть, визуально правильно? Вы еще ее не покупаете, я же вам говорю, 20 тысяч? Они сказали, когда ваши менеджеры, не знаю, менеджеры или кто. У нас здесь стоит, приходите, посмотрите. О, я приехал. Повезут ее сюда, в чем проблема? Нет, если сначала машину позвонить. Вы же ее не покупаете еще. И вы откуда знаете, не покупаете, я покупаю. Вы не знаете, правильно? Я сейчас вам объясняю, по какой процедуре. Мало того, что ему просто навешали вообще по телефону, он приехал зря. Так еще и ему про кредит начали втирать, что у него будут какие-то там нереально низкие проценты. Кредит ставка сколько, знаете вы? Знаю. Сколько? 4-9, 5 будет ставка. 4-9, ура, для добрых. Больше 10. Вы сами знаете, зачем? Я это как раз таки знаю. Я говорю, потому что я каждый день машину. Каждый день согласовываю. 4-5 машины нигде не дают кредит. Здесь у нас, посмотрите, автосалон. Автосалон это не значит, что такое, он честно, правильно. С этим отношением, которое вчера произошло и сегодня. К сожалению, отзывы напишем. Ну вот же она, вся эта схема скама перед вами. Человек видит рекламу с дешевым авто, не верит, звонит. Ему говорят, да, такое есть, реально, приезжайте, смотрите. Он приезжает, а машины по факту нет. Она будет только после одобрения кредита. Ну ладно, он соглашается на одобрение. Дайте хоть посмотреть-то на нее только. Он ждет звонков от банка много часов. Ему говорят, что надо завысить свою зарплату, чтобы точно дали кредит. А потом напихивают в этот кредит там доп. оборудование, страховки. А потом случайно оказывается, что банк одобрил кредит на больший процент. Но в салоне-то говорили другие цифры. Менеджеры там в итоге меняются. Человека таскают. Томят ожиданием. Снова таскают. Машину привозят. Салон закрывается. Давай, 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 скорее. И человек уже уезжает с большим кредитом, вот с какой-то пухшей головой. Там мозги все-таки уже в тумане. И главное, с бэушной тачкой полной недостатков. И если ты не читал внимательно все вот те стопки документов, то еще и карту халва дадут, чтоб процент по кредиту у тебя рос. Ну, ну, вот так тебе, просто вот так вот. А ведь получается, что вся эта схема выгодна только банкам. У банков есть много машин, они их актив называют, которые они сливают исключительно в кредит, потому что такой кредит точно окупается при любой ситуации. Машина в залоге у банка на время выплаты, и если человек не платит, машина просто забирается, деньги человеку не возвращаются, и машина снова проходит этот путь, снова выставляется в автосалоне, снова идет другому человеку. А если кредит выплачивается, то за машину стоимостью миллион банк по итогу получает через несколько лет 2 миллиона. Блин, это максимально выгодно, и тут вообще нет никакого риска. Машина, когда она покупается вот таким вот образом, через кредит, через банк, то ее нельзя перепродать, потому что она в залоге числится. 10 утра. Автосалон Гагарин. Расторжение договоров. Дмитрий, Татьяна. Ну что, как настроение? Раннее утро. В финальной стадии развития у нас. Дай бог, чтобы она была финальная. Потому что нервы уже к чему. Доброе утро. Славик. Попросили не снимать. Кого? Без камер будем расторгаться. Без камер будем? Конечно. Ну это понятно, да. Все может не снимать. Все хорошо будет. Все будет хорошо? Конечно. Будет расторжение договоров, да? И, кстати, есть все шансы, что если бы весь процесс вот так вот не снимался, если бы он вот в таком вот формате не проходил, то и возврата авто могло бы и не быть. Салон просто бы счел найденные недостатки мало, существенными, там может быть даже что-то бы исправил, там предложил бы, ну давайте мы починим тормоза и все. Но благо все получилось и договор расторгнут. На самом деле там снимать нечего. Бумажные вопросы, договора, страховки, банки. Это как бы... Дмитрий потратил деньги более 10 тысяч рублей на автоэвакуатор. Все это будет за его счет. И он вынес первый взнос за кредит 30 тысяч. Тоже будет все за его счет, к сожалению. Друзья, маленькое разъяснение. Не сравниваем данный автосалон Гагарин золотой мили. Золотой мили вообще была полная жесть. Там настоящие мошенники, кидалы. Здесь все по-другому. Здесь, конечно, как вы видите, никуда никто не убегает. Лица свои не прячет. Под столы не прячется. Вопрос решается мирно, адекватно и цивилизованно. Вот вы еще пишите в комментариях, что мы себя вели жестко по отношению к ребятам из Золотой мили. Друзья, там лютые мошенники. Они довели людей до отчаяния. Люди уже кинулись в драку. А я просто водичкой облил. Его же пишите, что ты делаешь, ты ведешь себя не по-человечески, а как они себя вели. Как они обманывали в Золотой миле. Это нормально, друзья. Нормально. Вот окажитесь вы на их месте, на месте пострадавших. Как бы вы себя вели. А че, а как правильно машину покупать-то? Конечно, можете в Тинькофф журнале почитать. Но я бы не стал покупать вот так вот слепую, вот не посмотрев. Даже новую. Сначала автотеку на нее закажите. Почитайте там эту всю выписку. Потом со специалистом своим осмотрите. И только потом заключайте договор. И в адекватном состоянии все читайте и подписывайте. И если они тянут время, то просто их шлите и все куда подальше. Не здесь купите у других, цена на рынке все равно она плюс-минус везде одинаковая. Ну что, какой итог получается? Расражение состоялось? Расражение состоялось. Какие эмоции? Что думаете? У меня абсолютно положительные. Да, эмоции положительные. Сегодня машины мы вернули в автосалон. Ждем зачисления денежных средств в Альфа-банк и в Совкомбанк. Завтра будем праздновать. Хм. Че, Дима? Подарки вернули. Ты получил, наверное, такой хороший жизненный опыт с этой машиной? Да. Что больше никому не желаю сталкиваться с этим? Да, такая вот история получилась интересная. Надеюсь, никто из вас ничего подобного не пройдет. Ну иначе мне стыдно за вас будет, серьезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк за старания и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok